Это у нас лежит баклажан. Ты любишь баклажаны? Нет. Я знаю только песню про баклажаны. Ара Седан баклажан. Смотри, какая классная машина. Папа твой любит такие. Иди, покажи ему. У тебя дома теперь Вольво появится. Оля, ты че? У меня один раз в доме появилась Вольво. 42 тысячи долларов за два года мы в эту гадость вложили. Слава Богу, она сгорела. Не, Колян, это... Важа, отходите на пухню и ничего не делайте. Ходишь, смотришь, дети готовят. Добро молчать и под руку не лезти. Так, сейчас мы нарезаем, короче, маленькими кусочками. Как бы на фарш особого никакого секрета нету, как мясо резать. Это не на шашлык. Просто резать такие кусочки, чтобы могли залезть не с собой в кое-се. Вольво, почему ты говоришь, что баранина это диетическое мясо? Потому что оно самое-самое хорошее мясо, что есть. Оно не жирное, оно самое полезное. То, что свинина, оно тяжелое, но жирное мясо. Баранина, она не такая. Потом говядина, она там... Тоже в ней есть свои эти вопросы. Курица, курица глупая. Она клюет все, что хочешь ей. И они сейчас научились... Например, антибиотики. Да, и они сейчас научились вот с такого птенца за две недели вот такой бролер вырастает. Он не вырастает, он просто как бы мучается и разрывается на части. Ты не хотел быть поваром? Ты так профессионально месишь его. Ну, ты же натренировал. Что-то тренированный. Не зря тебе все подписчики, чтобы ты кулинарный канал открывал. Другие наоборот. Типа, что ты все время с это... Типа, типа, специально ты это делаешь. Я говорю, да не специально. Люди просят, я и делаю. Одни пишут, что я не доедал. Да, не доедал. Что-то греха доедал. Так, вот уже начинает прилипать. И потом вот так вот его еще делаешь. Вот так вот. Сейчас так по всей кухне. Ну, главный результат. Оно плотнее становится или зачем ты его открываешь? Да, оно мясом перебивается, чтобы волокна раскрылись и они начали липкие становиться. Чтобы оно как-то начало опять друг к другу липнуть. Когда оно начинает липнуть, ты уже смотришь по нему. И утром ты, когда его на шампур нанизываешь, он без шампура не ходит. Потому что многие, когда делают руля, фарш, они просто его сделали и все. А его надо именно выбить, чтобы потом он без шампура не спадал. Мне тетя рассказывала, это ее друг, когда в гости звал. Так он руля, выбивал, у него плитка на стене и он об стену его. Это как бы особо фанатично. Наверняка. Это не обязательно, особо фанатично здесь не нужно. Здесь просто выбиваешь до тех пор, чтобы ты когда взял кусок, вот он раз и висит. И ты уже знаешь, что он у тебя с шампурами. Офигеть, ты его трясешь, а он даже не падает. Да, это вот этот процесс, вот тебе надо дойти до такого, чтобы ты его бил, 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 бил. И он у тебя просто прилипал вот так к руке и все, и все. И сколько мяса минимум должно выставиться? Ну, руля, вот я делал так руля, вот на шоу приехал, там ребята все голодные. Я прям тут же бах-бах-бах и все, и мы начали жарить. Буквально 5-20 минут. Ну, хорошо час подержать, 2 часа подержать. Есть возможность на ночь, так вообще еще лучше на ночь. О, оно такое прям, как это, как дрожжевое, сейчас вот так переградим. Да, и вот оно вот, ты его берешь вот так, раз. И вот можно даже иногда, если миска легкая, ты прям целую миску можешь поднять. Вот так вот, потому что оно за миской должно быть. А у меня у нас миска такая тяжелая, еще гвинина. Да, так оно должно прям с миской подниматься. И обязательно охладить. Если вы его не охладите, теплое. Ну, опять же, я делал и теплое, но у меня получилось. Ну, надо охладить. Смотря на сколько вы голодны. Надо охладить, желательно охладить. И даже вот, если, например, даже делать, его желательно в морозилку кинуть, чтобы она быстрее подхватила. И когда летом сильно жарко, вот и жила. Летом, когда сильно жарко, вот мне уже последний раз там, друг мой подсоветовал, он воду, как бы ты, когда люля делаешь, ты берешь такую миску с водой, ты мочишь руку, чтобы не клепало мясо. А он еще туда этот, лет кидает. И ты уже руку засовываешь, у тебя рука остывает, уже хридиная вода. И тогда вообще люляшку ты делаешь четко, она не прилипает. Все жилы подострованы. Ну, трудоемкий процесс. Ну, ты прям ни одну жилку не оставишь. Зачем-то завтра плеваться будем. Если у тебя когда-то не получится, то Данил, я смотрю на него, он уже готов. Отрезать, доставать и сюда складывать. По одному нехорошо, потому что оно ужаривается и становится маленьким кусочком. А по два прям самые-саможадые. Мы можем, если что, времена тяжелые начнутся, не дай бить. Мы можем быстро это организовать. Можно шашлычную отраивать, моя. Палатку поставим. Палатку поставим. Красные пластиковые стулья и столы. Сколько будет ходить кукурузу продавать по пляжу, будет нормально. Ладно, мясорубки нет. Ну, я понимаю. Ладно, соль у меня. Приехал в гости. Блин, ну перец, е-мое. Каждый кусочек так омолокина. Почему хорошо на столе это не нравится? Потому что ты все видишь. Как после такого пойти и уснуть? Ох, какой аромат! Данила, держись. Это будет только завтра. Я не могу отделаться от впечатлениями, что это чашка. Сейчас у блины накинем. У меня прям сегодня такой мастер-класс был по приготовлению люля. Завтра будем жарить и уже покажем вам, как это все получается. Сейчас начнем готовить овощи, как я поняла. Харавац. Харавац, вот. Это на армянском шашлыке. Видишь, с умочисткой тоже по это. Потому что они когда нагреваются, они взрываются. Если сильно горячо, то в воду окунаешь и в воде это делаешь. Если терпимо, то можно так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где такие хорошие шампуры взял? Купил в русском магазине. А, да? Да. Сакраменто. А еще несколько здесь, штук 8, наверное, мне подарил на тракшоу. Мой друг там. За то, что я ему помогал шашлыки жарить. Он говорит, на, тебе будут подарки. Я беру все. Любые пожертвования. В любой валюте. Не вопрос. Так что не стесняйтесь, ребята. Да. Дарите подарки. Те, кто подарил, всем спасибо. Хорошо тут печет. Гигантские. А мы сейчас как поставим их сразу, а потом поставим ребра, да? Или как? Мы их пожарим. А потом уже только. Потому что и жарить надо сначала люля. Потому что люля на теплые шампура уже нельзя. Вот, давай, молодец. Молодец. Лови мух, Мося. Может, что перепадет. Вот так вот ты заслужишь люляшку. Мы можем сейчас развернуть лаваш. И положить все в лаваш. Насыпать лук сверху и зелень. И лавашом накрыть, чтобы оно стояло тамиро. О, класс. Ну, Миша, все. Все. И сейчас еще луком посыпем. И вот так его укутаем. И он будет томиться. Пойдем посыпем луком. О, какая красота получилась. Я сейчас сознание потеряю. Обалденный. Привет. Ну да, я тебе сейчас случайно по лицу заеду. Давай уже, господи, что ты попасть не можешь. Детский сад. Не пуху. Я предлагаю Владимиру открыть свой ресторан. Вы пишите в комментариях, как его нужно назвать. Слушай, а звучит как имя шеф-повара? Все данные. Колянчик будет мой помощь. Энгри Орчард и Гиннесс. И именно Гиннесс, потому что есть Гиннесс золотой и есть черный. Вот этот нужно. Это который Деник ты ездил, да? Он привез сначала другой, а он не будет такой вкусный. И ему пришлось ехать второй раз. Катя, давай. О, мне вот без картошки, спасибо. Да? На мясо. Так мясо все едят. Ты хоть картошку ешь, потому что никто же картошку не ест, только мясо едят. Я думал, хоть ты картошки поешь. Спасибо. Давайте в следующий раз. Картошку я и без тебя поеду. Спасибо. Я прям как в гостях сижу. Как мне всегда дома. Так, Алексей, а где твоя тарелка? Здесь. Сейчас белорусы начнут отписываться от твоего канала, чтобы картошку не ехать. Так, Алексей. Сейчас я его достану. Тебе люляху смотри какую. От души, да все равно в душу. Вообще. По-братски. Вообще. Так. А, картошку. Картошку, да. Оправдывайся. За меня. Что происходит? Шаматер. С четырех бутылок я вижу на лепест. Приплыли мы шведу. Джамейка. Она говорит. Меня зовут Саншай. Яман. Яман. Водителя, говорит, зовут Фри Офгар. Я говорю, хорошее имя для водителя. Готов? Начал смеяться. Можно по идее? По идее. Я говорю, а где марихуану купить? Она говорит, как? Где марихуану купить? У водителя. Мы, окей. Документы. Документы можете оставить в этом. В автобусе. А там сзади были со Свиден. Свиден или кто? С Европы, короче. Две пары. А я поворачиваюсь, а они с паспортами. Я говорю, нет, не волнуйся. Лив хер. Говорю. Драйвер, говорю. Фри Офгат. Сейл марихуана. Говорю. Дядя Леша, твоя очередь. Колька уже все сигареты проиграл. Я в том же белом. Ну что ты поставил? Ты вообще не то поставил. Ты вообще не то поставил. Где твоя эта? Вот она твоя. Так, дядя Леша, тяни. Неси себя. Хватит. Я должен, значит, туда. Так. Так, ты должен по правилам. Тогда вот так. Ну нифига себе, мне повезло. Смотри. Ага. Да. Что это? Ничего себе. Вот тебе прям вазь идет, смотри. Проиграешь. Дядя Леша. Курилка. Он видел, дядя Леша курит. Леша курит? Нет. Это как у той серии. Говорит, вот у тебя друзья. Говорит, 7 человек там позвонило, и ты в 4-х ты еще спишь, а трое сказали, что ты домой едешь. Смотри, какая классная машина. Ну, папа твой любит такие. Иди, покажи ему. И катай ее сколько хочешь. Вырастешь, тебе такую купишь, Колен. И сюда можешь нагрузить полное. Вон, машину свою загружай туда. Груз, грузи. И все, закрываешь. Стрепчик кинул. Лоудбар поставил. И помчался. На Вольве, на своей любимой. У тебя дома теперь Вольво появится. Ты раз? Ты раз? Коля, ты че? Селимкиниевый ребенок. Че? Че? У меня один раз в доме появилась Вольво. 42 тысячи долларов. 42 тысячи долларов за 2 года мы в эту гадость вложили. Слава Богу, она сгорела. Я уже говорю, нормальная машина. Они знают, что она все время это. Ну, нельзя теперь подоставить, что загрузил. У тех, у Вольво, это не женихи Анечка. А зачем ты грузил туда, Иван? Как зачем? Деньги зарабатывать надо. Че, хоть платили, Колян? Да, 80 центов. Два доллара, два доллара, хоть доллар за милю. 80 центов дают. Пожалуйста. Не, Колян, это... Да никак оно не соединяется, это же Вольво. Колянчик, ты че, ты еще руки не облезли? Ты че там ее трогаешь? Веревками привязывайся. Смотри, иди сюда, покажи. Вот, видишь, торчит. Кингпин называется, видишь, торчит. Вот так вот. Зацепился, воткнул. Научить тебя, Деньги. Вот ты никогда на Вольво не ездила. Воткнул, вот эта штучка. Ни одного технического названия не знает. На Вольво ездит человек. Ответочка? Вот так вот он на Вольво ездит. Вот говорят, что мы американизировались. Вот вам, смотрите, слушайте. Слушай, ты шерой не слушай, а больше ни в чем я американизировал. Давай, столько пусто. Это люля. Это нервы. Капок нервов. Три-четыре. Три-четыре. Сделайте что-нибудь. Че? Ну, мы же... Че вы как опойки сидите какие-то, ей-богу. Лучше чем мы, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сан-сары. Круговорот людей, ой, мама. Нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Редактор субтитров А.Семкин